Детский сад Детский сад под красивым названием «Яблоневый сад» принял ребятишек в феврале месяце. С марта месяца мы начали организовать питание детей. Детский сад современный, с современным оборудованием замечательным. Все созданы условия для того, чтобы наши детки ходили в детский сад с удовольствием. Детский сад рассчитан на 150 мест, в детском саду 6 групп, 3 из них ясеного возраста. В наш детский сад будут ходить ребятки с одного года. На сегодняшний день в нашем детском саду работают сотрудники и организовывают присмотр и уход. К сожалению, пока нет воспитателей. Мы с удовольствием примем на работу воспитателей и младших воспитателей. Ждем. На следующий учебный год мы планируем открыть дополнительные образовательные услуги по спортивной направленности, художественной направленности. А также будут организованы центры патриотические, экологические и, конечно же, центры спорта. Наш слоган нашего детского сада – принимаем и растим с любовью, выпускаем с гордостью. Поэтому ждем ребяток, ждем педагогов в наш детский сад. Одни лепят из пластилина, у других – уроки рисования и музыки. В новом заведении для дошкольников оборудован универсальный музыкальный зал, предназначенный для занятием театральным искусством и музыкой. Ребята, а сейчас мы с вами будем играть на музыкальных инструментах. Присаживайтесь со стульчиком, сейчас мы с Олесей Александровной вам раздадим. Вот такие бубенчики. Мальчишкам синенькие, да, девчонкам? Нет, красные. А, ну держи, давай, держи. Держи, скорее. Так, держим бубенчики. И красные. Красненькие, да. Сейчас, ребята, мы с вами эту песенку озвучим. У меня живет жучок, полосатенький бочок, Он в саду сидел на травке, Аккуратно чистил лапки. А теперь можно просто позвенеть. В музыкальном занятии присутствует такой момент, как театральная деятельность, театрализация. Особенно интересно это для детей младшего возраста. И поэтому вот приобрели вот такой театр, который мы обыгрываем, с которым мы сотрудничаем с этим маленьким театром. Также у нас есть ксилофоны, без которых музыкальная деятельность как бы не то, что невозможна, но все-таки ксилофоны – это тот музыкальный инструмент, который очень развивает у детей, особенно старшего и подготовительного возраста, и слух, и музыкальную ритмическую деятельность. Также есть у нас треугольнички, и металлофоны, и бубенчики, и бубны. Для основной, для нашей вида деятельности, это в принципе очень богатый набор музыкальных инструментов, несмотря на то, что детский сад только что открылся, потому что музыкальное занятие, оно комплексное. Мы не только сидим и поем, да, то есть у нас все в комплексе происходит, то есть и музыкальная ритмическая деятельность, и пение, и танцы, и хороводы, и пальчиковая гимнастика, и логоритмические упражнения. То есть музыкальная деятельность у нас комплексная и очень насыщенная. Высокие стандарты качества соблюдаются во всех дошкольных учреждениях. В этом детском саду есть не только огромный музыкальный зал, но и отдельный спортивный, что позволяет развести музыкальные уроки и занятия физкультурой. Также есть возможность проводить дополнительные занятия хореографией или гимнастикой. Друг за другом маршируем. Маршируем. Все, ко мне лицом встали? Нет, ко мне лицом, я здесь, боком. Лицом встаем, встаем, встаем. Носики подняли. Здравствуйте, ребята. Я говорю, ровняйсь, голову повернули. Я говорю, смирно смотрим на меня. Направо, раз, два. В обход по залу, шагом марш. Пошли? Маршируем. Абдул-Хамид, пойдем. За мной иди. За мной. Пошли. Маршируем. Носики подняли. Давай, Дима. Друг за другом, не обгоняй. Руки на пояс. Захлест голени назад. Захлест голени назад. Софа, руки на пояс. У нас новый детский сад. Соответственно, спортивный зал, оборудование, все новое. Детям очень нравится здесь играть. Разнообразие инвентаря. У нас есть шведские стенки, баскетбольные кольца, мягкие модули. То есть занятия у нас проходят разнообразно. Сейчас у нас наступило лето, и все занятия выходят на улицу. И мы больше времени проводим на улице. Когда на физкультуру приходят самые маленькие детки, там 3-4 года, то есть все занятия проходят в виде игры. Мы можем одевать маски. Я могу в роли разных животных быть. Их надо заинтересовать. С ними можно это все проиграть. Более старшие детки, они уже четко выполняют команды. Все это слышат, понимают. Ну и, соответственно, тоже с ними мы играем в конце занятия. И им нравится. Больше всего, конечно, им нравятся игры. Подвижные, малоподвижные. В общем, дети довольны. Бегут в детский сад, особенно на физкультуру. Раз, два, три, мяч подними. Мы с мячом не играем. Все, молодцы. Исходное положение. Ноги расставили. Мяч убрали вниз. Поднимаем над головой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кроме стандартных занятий, педагоги планируют развивать и дополнительное образование. В ближайшее время ребята смогут посещать уроки по хореографии и лего-конструированию. Это шарики. Они какие шарики? Колючие. Колючие. Еще какие шарики? Еще какого цвета? Зеленый. Зеленый. Колючий. А сейчас давайте-ка сыграем. Взяли двумя ладошками. Я мечом круги катаю, взад-вперед его гоняю. Я поглажу им ладошку, будто я сметаю крошку. Группа очень светлая. Игрушки яркие, мебель очень яркая. Детям это, конечно, очень нравится. Родители, приводя детей в детский сад, очень рады такому насыщенному интерьеру. Удобен ковер, очень теплый. Деткам, видите сами, очень интересно играть. Все игрушки новые. Мне, как педагогу, очень интересно работать, потому что все новое. Для нас, как для педагогов, создано очень много условий. Очень приятно приходить в просторные группы и работать с детками. Помогайте мне, молодцы. Этот пальчик, папочка. Старайся. Никуда не торопимся. Этот пальчик, мамочка. И на мизинчик. Этот пальчик, я. Вот и вся моя семья. Здорово. Теперь убираем, прячем в коробочку обратно. Сейчас большая часть малышей в группах пока еще на адаптации. Ребятам достаточно непросто. Поэтому воспитатели делают все для того, чтобы помочь малышам. Создают для детей атмосферу максимального психологического комфорта. В дошкольном учреждении есть специальная волшебная комната. Так сотрудники называют кабинет психолога. Здесь ребята могут релаксировать и снимать эмоциональное напряжение. Рисовать будем, раскрашивать. Похоже на раскраску. Давайте по очереди выбирать цвета. Я вам покажу сама первое, ладно? Как нужно. А потом вы будете за мной повторять. Я выберу цвет и назову какой. Так, выбираю, например, голубой. Теперь, если я пальчиком нажму, на какое место оно превратится в голубой. Видите? Хочу, хочу тут, тут и тут. Теперь, София, выбирай ты. Какой цвет выбрала? Скажи. Зеленый. Молодец. Раскрась зеленый цвет. Замечательно. Может быть, еще и вот эту деталь раскрась. Парус. Замечательно. В нашем детском саду положила свое начало сенсорная комната. Здесь будущий психолог, которого мы с нетерпением ждем на работу, может проводить индивидуальную и подгрупповую работу с детьми. Здесь ребенок, здесь для ребенка есть мягкое кресло-мешок, есть мягкое покрытие, сухой бассейн, меловая доска, различные проекторы. В здании разместились просторные групповые спальные помещения, многофункциональные залы, современный медицинский и пищевой блок. Местный шеф-повар регулярно балует малышей вкусной кашей и ароматной выпечкой. Здесь мы моем, чистим овощи, то есть всю вот эту грязь мы сперва это снимаем, чистим. Дальше мы переходим вот сюда. Здесь у нас уже, ну она еще как бы не совсем это функционирует, вот эта овощерезка, здесь мы нарезаем уже конкретно лук, морковь, капусту, подготавливаем к горячему цеху. И сюда засыпается картошка, подключается вода, нажимается кнопка, она здесь чистится, то есть сюда подставляется подготовое уже ведро, высыпается картошкой, там уже до чистки просто ножиком уже дочищается, и все, и дальше уже все идет в горячий цех. Здесь обрабатываются яйца, если идут они, значит, куда-то у нас, или на запеканку или отварное, здесь они обрабатываются, моются, и точно так же идут в горячий цех. Ну а здесь уже горячий цех, здесь уже непосредственно булочки стряпаем, готовим все, что это, компот, суп, там, каши, что это самое, сковорода, в которой мы тушим овощи, капусту, картошку, котлеты, ну все, все, что мы, это самое, все, что готовим, жаркое, котлеты, рыбу. Духовка, мы булочки печем вот это самое в духовке, а в парконвектомате, конечно, там же можно отдельный режим делать, конвекция пар, можно просто пар там, на пару мы просто отмываем, либо стерилизуем банки, мы, это самое, для детей, которые мы делаем пробы. Каждый день оно, конечно, разное, но у нас и творог, и фрукты, компоты. Супа каждый день разные. Есть и фрукты, и овощи. То есть каждый день у нас постоянно все разное. Наши дети едят все, но больше всего любят макароны, котлеты, булочки. Сегодня у нас жаркое по-домашнему, картошка с мясом. На ужин будет рыба с овощами, булочка дорожная и чай. А на обед вот у нас жаркое, суп с рисовой крупой и компот, ну и хлеб, соответственно. А салат еще из репчатого лука. А еще детский сад оснащен современной прачечной. Здесь стирают постельное белье, полотенце и халаты для сотрудников. Прачечная, комфортная. Здесь у нас поступает грязное белье на стирку. Далее в этой комнате у нас уже мы стираем белье, сушим. Прачечная оснащена современным оборудованием. Две машины стиральные на 12 килограмм объема и две сушильные машины. Также у нас современное оборудование для глажения. Это парогенератор и каток для глажки белья, который усовершенствован, очень удобный в работе, сокращает время работы. Запускаем мы простырь, скорость мы включим. А, есть разная скорость? Да, разная скорость. Вот, скорость включили и быстрее у нас идет глажение. На машинке мы вот прошиваем все полотенца. Вот у нас полотенце мы маркируем, маркировки нашиваем. А для чего? Каждому ребенку, каждого ребенка свой знак, своя маркировочка. Челябинск довольно успешно решает проблему очередей в детских садах. Среднее время ожидания долгожданной путевки сократилось в разы. Сейчас в столице Южного Урала практически все дети, достигшие трех лет, посещают дошкольные образовательные учреждения. И работа продолжается. В ближайший год в Челябинске построят еще несколько детских садов. Особенно актуальны дошкольные учреждения в густонаселенных и расширяющихся микрорайонах. Редактор субтитров А.Семкин